здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня программа о луке и морковке посаженных вместе как любите это делать вы и как не люблю этого делать я почему сейчас объясню видите у меня руки в боки глазки в кучку почему да потому вот вот вам показательный прямо пример как делать нельзя посажена вроде как бы на гребне но почему морковка с луком посажена именно так и вообще зачем здесь морковка или зачем здесь лук вы все упорно меня убеждаете что это правильная посадка нифига она неправильная понимаете вот доказательства август месяц я лук не могу вырвать потому что у него не луковицы нет и шейка у него не тонкая морковка начала расти второй раз потому что влаги слишком много вот вы поймите что есть технология отработанная веками и это ваш рядочек морковки рядочек лука это совершенно неправильно и мухи которые друг друга там ага уничтожают но это все знаете мутировала давно и это не работает вот я хочу вам показать посмотрите во первых морковка растет вот рядом с луком да перо у нее у луковица огромное но что толку все луковые червяки в ней просто ночуют так что морковка все-таки отгоняет луковую муху или луковая угнала всю морковную и живет себе припеваючи вот когда вы со мной спорите прямо спиной у рта знаете я не могу до вас добраться я же вас не вижу я бы вам уже в личной беседе бы доказала что это неправильно совершенно вот здесь на этой большой гряде широкой должно расти либо три ряда моркови либо три ряда лука либо либо они каких вместе и междурядья ничем не занимаются все должно быть проветриваться и просыхать муха морковная не любит сухой почвы она туда не полезет а у нас здесь все мы лук поливать не надо а морковку надо и что в результате а в результате нет ни того и ни другого доказательства прям на лицо я даже не знаю что делать в данном случае вот он замечательный карман весь больной ну вот даже не знаю что там с морковью происходит хочу выдрать и показать если вообще морковка смотрите вот морковь вот лук лук весь больной так кто кого защищает только я их защищаю выдираю ну ничего хорошего кривоватая горбоватая у нее снова начали расти корни эта морковка не поздняя от излишней влаги и от длительности ее пребывания в почве у нее начинают расти новые корни от этого что морковка делает становится горькой и в хранении вы уже не получите сладкой сочной морковки вот прям слов у меня нет никаких поэтому запомните пожалуйста на горьком опыте молодых огородников никогда так не делайте либо либо гребни конечно не могут быть вот такой высоты гребень с такими ямами быть не может нет нет моя душа просто негодует нужно делать все правильно и не придумывать ничего самим понимаете это все плохо кончится вот какую бы я морковку не вырвала вряд ли я найду ту которая бы меня ну как-то там порадовала хотя бы что-то я уже в этом сомневаюсь ну что тут меня может порадовать особо она еще не набрала тело ей положено а уже второй раз растет это не морковка это просто ужас какой-то вот все-таки митлайдер был прав география его грядок она идеальна грядочка 45 сантиметров один рядок морковки либо два по краям и 75 сантиметров межа которая прогревает грядку забирает лишнюю влагу с нее а вы никак не хотите слушать ну я-то в этом году ну точно без лука и морковки я вам этого не желаю поверьте ну на этом всего доброго вам и до свидания межащита межащита